ребят всем привет всем доброе утро вы находитесь на канале дмитрий шеф в канал об инвестициях финансах и фондовом рынке в этом выпуске с вами обсудим итоги вчерашний торгов что мы собственно с вами планировали и что у нас реализовалась обсудим с вами индекс московской бирже нефть золото и пройдемся по основным нашим бумагам на российском рынке но перед началом выпуска я вам уже не раз говорю что для вас на моем канале так как я дорожу каждым подписчикам каждым зрителям моего канала я буду размещать иногда то скажем некоторые плюшки которые будут полезны именно вам как потребителю и на этот раз у меня для вас есть отличное предложение от нашего партнера от партнера нашего канала банка тиньков а именно кредитная карта платину до конца ноября банк тиньков предоставляет уникальную на самом деле возможность получить критную карту платинум с бесплатным обслуживанием да действительно вы не ослышались с бесплатным обслуживанием навсегда причем а также для вас для моих зрителей есть возможность получить по этой карте кэшбэк 3000 рублей за покупки на 7000 рублей в первый месяц но мы с вами экономисты поэтому не сложно посчитать здесь явную выгоду совершили покупку на 7000 получили кэшбэк на 3000 подарок и это помимо на самом деле крутых спец предложений которые позволяют получать кэшбэк до 30 процентов в баллах компенсируя им свои походы по кафе и ресторанам обязательно условия здесь так как банк партнер предоставляет в эту возможность для вас для моих любимых зрителей чтобы оформить карту нужно пройти по ссылочке которая будет внизу под видео я себе уже заказал я не мог устоять на самом деле перед таким предложением вот что и вам собственно советуем действительно вы меня знаете я рекламирую только только то скажем полезные продукты которые выгодны вам как потребителю поэтому обязательно не упускайте такую возможность воспользоваться таким крутым предложением плюсы которого налицо и чтобы заказать внизу под видео будет ссылочка проходите по ней и присоединяйтесь к заказам ну а перейдя то скажем плавно к нашему фондовому рынку первым делом конечно же внимание стоит обратить на индекс московской бирже кто подписан на мой канал во первых хочу выразить вам огромная благодарность за то что вы подписались на мой канал за то что комментируете за то что ставите лайки и мы с вами планировали в предыдущем выпуске о том что вчерашний день который у нас был до на нем будет коррекция то есть но само по себе подразумевает вот этот вот наклон вот вот это вот проторговка на индексе московской бирже тот факт что после этого должна быть коррекция об этом уже не первое видео говорил и что собственно мы с вами увидели а увидели мы открытие с гэпом вниз то есть здесь у нас образовался гэп естественно этот гэп по и досу московской бирже у нас зачастую закрывается поэтому мы увидели к вечеру довольно такой неплохой отскок у нас какие важные события еще вчера происходили но одно событие которое нас наиболее такого важны было к которому то скажем прислушивались многие так скажем спекулянты инвесторы и в целом игроки это выступление владимир владимирович путина ну как выступление в совещании до по инвестиционной политики но после того как мы дождались данного совещания мы собственно ничего такого-то сверх ординарного и в моменте не услышали с вами поэтому мы увидели что рынок пытались сливать в течение всего дня это мы видели по основным с вами бумагам и сбербанк и газпром но после того как этот выпуск то скажем вышел мы с вами увидели что начали откупать шарты но это по моему мнению потому что у нас весь день то скажем давили вниз и потом нас произошел оскок я даже успел совершить сделку на газпроме об этом я писал своем закрытом телеграм-канале да я опишу свои интродейные сделки в закрытом телеграм-канале подписаться на которые кстати можете написать мне на почту также есть открытый новостной телеграм-канал где я выкладываю все важные новости а также очень часто выкладываю различные плюшки промо-коды да на доставку еды и так далее которыми можно воспользоваться все это я размещаю в своем бесплатном телеграм-канале и все важные новости подписаться на который бесплатно можете по ссылочке внизу под видео в закрытом телеграм-канале я также пускай обучающие ролики для своих подписчиков как правильно определять уровни поддержки сопротивления мы в закрытом чате ежедневно встречаемся и обсуждаем различные бумаги различные торговые идеи течение всего рабочего дня каждый день поэтому если есть желание подписывайтесь на закрытый телеграм-канал посылать по написать по почте и на бесплатные по ссылочке в описании а также на этот тюб канал подписывайтесь и на яндекс джен чтобы не пропускать новые выпуски нажимайте обязательно на яндекс джене и на ютубе колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски поэтому что мы сейчас с вами наблюдаем я говорил уже что здесь от уровня 2200 конечно же должен быть откат я бы конечно хотел бы чтобы этот кат был вот в этот район так как у нас здесь остались не закрытые гэп и которые по идее необходимо было бы закрыть и вообще-то скажем если опять же обращать внимание на такие вот большие росты ну все мы с вами знаем кто новички должен понимать что без откатного роста просто-напросто не бывает как как минимум откат должен происходить от всего роста на 25-50 процентов но это в идеале да для того чтобы перед каждым сопротивлением крупные игроки либо большинство спекулянтов фиксировали свои позиции в любом случае я уже не раз говорю о том что перед зоной сопротивления перед зона продаж конечно же нужно фиксировать хоть хотя бы частично свои позиции но и дальнейшем если то скажем эта зона будет пробиваться то перед следующей зоны фиксировать полностью позицию ну либо же перед такой серьезной зоной сопротивления полностью фиксировать свои позиции серьезно зоны сопротивления об этом я уже не раз говорил это как раз таки у нас вот это уровень вот этот уровень 2 200 если мы посмотрим с вами на глобально на данный график то он является таким переломным и основателем то есть он является такой границей от того боковика который продолжался у нас достаточно продолжительное время извиняюсь за тавтологию вот этого боковика в котором собственно управлял в основном это наш любимый всеми газпром своими котировками вот поэтому мы видим попытку отката что собственно мы с вами пред предсказывали да то есть мы с вами опять же убеждаемся в том что аналитика на этом канале в основе своей является верной и зачастую мы с вами практически все движения пред угадываем соответственно я бы хотел здесь увидеть более хорошую коррекцию я думаю что возможно на следующей неделе начальной неделе мы ее увидим но во всяком случае в понедельнике понедельника возможен будет отлив но вот такие гэп и лучше закрывать сразу до чтобы потом к ним не возвращаться потому что если мы а пойдем сразу в коррекцию не закрывать этот гэп то мы из любого то скажем из любого уровня покупок или любого уровня поддержки а уровень поддержки нас ближайший будет вот в этом месте 2050 собственно вот этот уровень 2050 2080 являлся у нас зоной сопротивления когда у нас начинался рост то есть мы этот эту зону прошли на дивидендах от газпрома вот этой свечой зеленый у нас просто по широкому рынку покупали бумаги собственно мы за счет этой ликвидности преодолели вот эту зону 2050 2080 который также являлась довольно серьезным сопротивлением и в дальнейшем мы с вами увидели что поход как я и прогнозировал после преодоления этой зоны будет на 2200 что собственно мы с вами иной раз убедились в правильности данной аналитики все торгуется то скажем по уровням если вы разбираетесь в уровнях о которых я обучаю это скажем как их определять своем закрытом телеграм-канале вы будете хотя бы минимизировать свои риски торгуя от уровня до уровня вы будете так скажем ну в большинстве случаев зарабатывать а не сливать денеж средства свои по торгую по чужим сигнал но это действительно так кто давно на рынке об этом прекрасно знает вот поэтому чтобы сейчас было бы идеальным на мой взгляд вот у нас есть уровень теперь сопротивления и уровень поддержки на мой взгляд было бы идеальным протестировать этот уровень поддержки собственно мы бы пришли именно в ту зону в которой я считаю было бы прекрасно прийти и от тестировать данную зону покупателя то есть у нас с этой зоны пошел покупатель после данной коррекции и возобновил покупки соответственно я бы хотел чтобы вот эту зону мы протестировали если мы придем эту зону но это будет неплохая возможность на самом деле для того чтобы но здесь я бы разделил на две грани то есть те кто верят в разворот и те кто не верит разворот те кто верит разворот будет вот это эту зону использовать как покупки для того чтобы после коррекции возобновить расскажем ланговую формацию да но а тот кто не верит разворот будет бояться и здесь покупать снова но вот эта вторая половина те кто боятся покупать на просадке залетают потом в улетающую ракету уходящий поезд мы это с вами не раз наблюдали когда допустим проходит коррекция здесь покупать боятся но потом покупают вот здесь вот что мы потом видим а потом мы видим что этих покупателей запирают и котировки уходят вниз то есть начинает вытрясать из бумаг этих новичков которые то скажем по своему незнанию неправильно определяющие зоны да и вообще не определяющих зоны которые думаю что будет из любой зоны расти залетают в ракету на хаях их потом тачат вниз на коррекции вот технические трейдеры то то скажем работает по технике они покупают снова здесь на коррекции но а новички здесь начинает скидывать потом какая ситуация развивается у нас у нас здесь идет разворот от коррекции и снова идет ракета вверх и новички снова здесь заскакивает потом опять идет такая вот коррекция здесь выжимают с них эти бумаги и новички скидывают бумаги в минуса собственно это такая торговая система которую руководствуются и market maker и и в целом крупные игроки иначе но просто-напросто они бы не зарабатывали невозможно всем зарабатывать на рынке не соблюдает а скажем свои риски и в общем технику торговли вот поэтому мои ожидания пока продолжение коррекции я бы очень хотел коррекцию вот в эту зону еще раз обозначу но во всяком случае здесь у нас уровень поддержки на теперь на 2050 вот и как минимум я бы хотел чтобы котировки пришли вот в эту зону но будет ли такое то скажем пиршество будет ли такая то скажем для нас для нас такой подарок мы конечно с вами будем наблюдать следующих торговых днях буквально уже на следующем деле я думаю здесь будет некая развязка поглотят здесь у нас продажи вот что в чем я пока собственно сомневаясь либо пойдем на коррекцию на уровень 2050 и так это что касаемо индекса московской бирже принципе пока что мы с вами то что прогнозировали у нас все реализовывается переходим с вами к котировкам нефти здесь я уже не раз высказывался о том в последних выпусках что у нас здесь намечается попытка разворота то есть какая здесь схема у нас здесь канал понижающийся и 1 2 канала соответственно у нас котировки ходят в широком канале периодичностью в некоторое время то скажем идет отбитие от 1 2 то есть у нас идет полный размах далее отбить 1 2 и опять на полный размах то есть у нас в принципе вот такая вот проторговка идет в данный момент у нас отбитие было от 1 2 сверху и попытка локального разворота я уже говорил не раз у нас давайте уберем вот эти линии чтобы более было понятно здесь у нас вот где был разворот поглощение медвежие да у нас здесь есть зона продавца пока что мы с вами наблюдаем как идет тест этой зоны я уже в своих предыдущих выпусках говорю что действительно будет разворотом являться тот факт когда мы эту зону про объем покупателям и обновим вот этот вот хай то есть котировки выйдут за этот хай от 100 сверху тогда у нас дорога будет открыта до следующих сопротивлений здесь собственно очень хорошо видно вот эти сопротивления вот эти зоны продаж да и которые просто могут определять на самом деле каждый из вас зная вот эти все технические моменты собственно которых о которых я собственно и рассказываю своем телеграм-канале я там есть обучающие ролики которые находятся в закрепе и воспользоваться ими может каждый также я в своем телеграм-канале в закрытом снимал ролик как настроить крик под торговлю до на компьютере что является так скажем немало важным моментом тем более если вы новичок там очень подробно инструкция как это все настроить вот поэтому еще раз повторюсь резюмируя разворотом будет являться только тогда по нефти локальным когда мы пройдем вот этот эту вот зону продавца и совершим вот эту манипуляции пробив верхний уровень то есть уровень сопротивления и от тестим его сверху пока что как мы с вами видим эту зону мы пройти не можем у нас постоянно идет отлив котировок соответственно если мы эту зону не пройдем у нас этот пробой будет являться ложным и мы можем снова зайти вот в этот понижающийся канал вот таким вот образом то есть торговать если вы торгуете нефтью здесь все нужно по технике что собственно у нас активировать лонговую формацию по нефти но последняя новость у нас была конечно же по запасам отрицательным из сша это запасы отрицательно и по нефти и по бензину то есть достаточно большие минусовые запасы минусовые запасы которые и я кстати в режиме онлайн писал в телеграм канале что это сигнал к лонгу по нефти мы увидели с вами сразу же реакцию на это событие и уход котировок резки вверх вот это зеленая свеча которая как раз таки была на этом на в основном фоне также если мы с вами косу касаемся уже энергоресурсов то давайте обратим с вами внимание на спотовые цены на газ которые перешли слово говоря от своей проторговкой от своей проторговки своего боковика нижней части до опять к росту но мы все с вами знаем что вблизи у нас конечно же зима вот и европа если зима будет холодной будет в ускоренном порядке расходовать свои так крым запасы в хранилищах газа и мы видим что в с приходом то скажем запоздала осень это скажем приходом зимы спрос на газ снова возрастает мы видим что из этой проторговки которую постоянно спутывает цены на газ спускается после выстрелов у нас происходит дальнейший всплеск и выход из этой зоны что собственно мы сейчас с вами и наблюдаем то есть у нас спутывает цены на газ уже подскочили до 1300 долларов за кубометр газа пока что здесь намечается лонговая формация продолжения роста я не удивлюсь что ближе к зиме мы будем опять с вами покорять вершины цен на спотовый газ что собственно и поддержит котировки наших то скажем нефтегазовых компаний в том числе и новотек которые большинстве своем и является поставщиком то скажем сжиженного газа но это же самый газпром мы все сами прекрасно понимаем что по большей части конечно же он поставляет по контрактам с фиксированной ставкой до в районе там 300-500 долларов за кубометр вот но также и существуют продажи если допустим кто-то захочет купить здесь и сейчас в любом объеме то он он это может делать всегда по спотовой цене соответственно которая превышает контрактную но более чем в два раза но естественно конечно же рост цен на газ на спотовые на спотовом рынке будет поддержкой для наших газовых компаний и это и газпром и новотек несмотря на то что последнее время но то достаточно негативные новости были и по тому же газпрому и по собственно по новотеку мы также видим что есть некое ограничение на росте котировок то есть та зона продаж которую нас что это графики она у нас пробиться пока не может и мы видим что котировки также по новотеку нас откатывают давайте теперь перейдем с вами еще на золото далее посмотрим с вами валюту и посмотрим с вами основные бумаги поэтому не переключайтесь смотрите это видео до конца а значит по золото смотрите у нас на заседание федеральной резервной системы подняли ставку и задали такую продолжение риторики до продолжение риторики в есть трибинном варианте соответственно я сразу же написал своем телеграм-канале что золото будет падать на основании этого заявления также как и американский рынок стоит собственно мы увидели красную свечу и по американскому рынку и полный отлив вот этого отскока на котировках золото у нас здесь существует поддержка на уровне 1630 до от которой сейчас котировки пытают отскочить но а то же самое мы наблюдаем с вами и на smp 500 американском рынке что после данного заявления от фрс была красная свеча и сейчас некий отскок у нас также на американском рынке происходит но пока глядя на график золото у нас была попытка разворота но я говорю что он есть ним вот это скажем риторика фрс будет истребина в дальнейшем нам не интересно было вот эта ставка который на которую не подняли она бы уже была заложена в рынок да вот это 75 базисных пунктов нам интересно было риторика дальнейшая если мы бы услышали то скажем смягчение риторики соответственно у нас бы и отскочил и американский рынок более на высокие значения и мы бы увидели оскок по золоту но виду того что продолжается истребильная вот эта политика ужесточение риторики до изымания денеж средств экономики соответственно это давление и на рынок американский и на развивающиеся рынке вот и конечно же это заявление и произву производит давление на котировки золото что собственно мы увидели моменте как двумя свечами два дня у нас то скажем котировки упали опять до своей поддержки сейчас золото пытается отливаться вот но откатить вернее вверх но это опять же еще раз повторюсь связано как раз таки параллельно со скоком американского рынка то есть пока что у нас формация здесь этим посмотрим по золоту полностью медвежья вот и эта риторика от фрс лишь это подтвердило поэтому если даже ставать здесь ланговую формацию пытаться от 1630 но я бы конечно же под этот уровень ставил обязательно стоп обязательно стоп если собственно здесь попытается то скажем котировки восстанавливаться то принципе можно забрать неплохую неплохую тошим позицию ланговую но обязательно со стопом под этот уровень то что пробитие этого уровня ускорит дальнейшее снижение на уровень 1600 по золоту поэтому здесь нужно быть предельно осторожными как я уже сказал наши на пытались отливать мы это увидели и по нашему основу триггер он таких бумаг как сбербанк газпром то есть у нас были здесь огромные большие объемы которые у нас сливали вот и под вечер снова начали их выкупать то есть загнали под уровень изначально и мы видим что 125 опять уровень держался нас котировки снова загнали над уровень 125 но натяжная на самом деле такое натяжно такой откуп был то есть скорее всего либо начинали шортить а здесь эти шорты откупили под вечер да и мы увидели возвращение котировок над уровень 125 либо здесь опять крупные игроки просто не успели раздать свои позиции соответственно они держат не дают просадки чтобы раздать на этом неплохом уровне для них а по сбербанку я также по-прежнему считаю что было бы интересным коррекция вот к этому району то здесь у нас было вот в этом моменте поглощение продавца то есть у нас прогресс был пытался здесь от купить вернее продавить покупатель его от купил то есть вот эта зона начиная вот от этого уровня сейчас скажу какой у нас здесь уровень это 118 и 3 то есть от 118 3 до 115 я бы хотел увидеть коррекцию вот к этому району и здесь уже если вы верите дальнейший рост то принципе можно начинать восстанавливать свои лонговые позиции а если мы смотрим по газпрому с вами то я 5 в пятницу вчера в четверг покупал газпром купила на самом практически донышке на 117 я покупал вот и к вечеру уже достаточно неплохой процент прибыли у меня уже был мы это можем видеть с вами режиме сейчас вот онлайн да как вот от 117 у нас газпром также развернулся но по газпрома здесь другая ситуация мы не преодолели уровень 170 то есть закрылись под под сопротивлением поэтому я свою позицию здесь закрыл под газпромом а эту сделку и также в режиме онлайн интро день написал в своем телеграм-канале но здесь даже не интро день на я а я бы сказал спекулятивная сделка вот я бы возможно еще не закрывал ее если бы мы закрылись над уровень 170 но я даже некий такой соцопросов создавался телеграм-канале подписчиков как я считаю стоит здесь закрывать на сделку или нет но почему я принял решение закрыть сделку потому что опять же повторюсь закрылись мы под уровнем 170 а торговля нас происходит под уровня до уровня но рано или поздно до уровня 190 я считаю что мы дойдем вопрос только во времени вот возможно еще дадут возможность купить пониже но хотя у нас вот газпром от всего роста а скорректировался жен одну вторую в принципе это достаточно неплохой вариант для захода до после коррекции то есть когда у нас идет импульс вверх то технически правильная технически красивая картина когда корректируемся на размер 1 2 данного роста и а после теста данной зоны мы можем возобновлять так скажем дальнейшей покупки и на обновление свое предыдущего хая что в собственно здесь было бы так скажем технически красиво то есть мы откорректировались на одну вторую и было бы идеально здесь продолжить рост с преодолением данного хая в любом случае я считаю что как не армагеддонит самый же газпром да мы не раз вами наблюдали как эта бумага является такой манипулятивной до своей части вот как в ней заходит за стопами но большинстве случаев то скажем вот этих дивидендные гпп по газпрома не закрывается пусть будет продолжительно больше времени да то есть месяц-два но в любом случае если вы не спекулянт не трейдер еще кто в принципе можно купить и ждать уровня 190 до конца я думаю считаю что до конца года либо в начале следующего года мы этот гэп закроем крупные игроки в любом случае воспользуются этой ситуацией чтобы отыграть это спекулятивно и а здесь принципе неплохой был бы профит да тем более если за второе полугодие газпром также будут платить дивиденды то к дивидендам я большим чем уверен к этой новости конечно же газпром разгонят и до 195 и более чем 190 могут опять котировки нас поднять поэтому в принципе если торгуете там средним сроком долго сроком то это неплохие уже котировки где можно набирать уже позицию и в том числе если будет скажем спускаться ниже то лесенкой можно позицию до набирать как бы не хаяли то скажем от газпром то газпром это является одной из наших голубых фишек которые которые всегда будут объемов которые всегда сидят кучи спекулянтов и которые всегда интердейна но ликвидно просто напросто торговать вот это что касаемо газпрома есть у нас еще одна такая бумага сегежа у нас уже в нашем закрытом телеграм-канале по ней уже мемы создали ребята вот смеются уже над этой компанией которая обновила все возможные лаи давайте обратим на ее внимание вот но после вот этого всплеска у нас бумагу начали жестко сливать то есть в принципе я совсем недавно писал ребятам кто у кого есть позиции у нас здесь наблюдался такой range я писал что в этом рейнже можно усоединить свою позицию то есть прикупить и после этого мы увидели как с этого накопления у нас был выстрел достаточно неплохой вверх обычно конечно же вот после таких рейнджов таких рейнджах набирает свою позицию какой-то либо крупный игрок но а в дальнейшем и увидели с вами выпуск как это обычно происходит новостного фона всплеск новостей до на которых начали заскакивать так скажем физики на ракете дан и в это время крупные игроки просто-напросто разгружает свою позицию то есть набирая в рейнджи далее вкидывают новость котировки взлетают физики то скажем толпой бегут в эту ракету но а здесь встреч на то скажем скидывать свои позиции крупный игрок который набирал в этом рейндж что собственно мы в очередной раз с вами и увидели на таких низко ликвидных бумагах то есть низко ликвидные бумаги там где очень мало то скажем ликвидности котировки просто-напросто ходят по линеечке рано или поздно в большинстве своем периодически там в раз несколько месяцев задирают к верху то есть набирая долго позицию крупные игроки задирает к верху раздают и снова уходит на эту же линеечку то есть вот таким образом на низких ликвидных бумагах просто-напросто засаживают в основном физиков но в целом я считаю что котировки будут восстанавливаться по себе же так как в следующем году уже будет новый дивидендный сезон по себе же насколько я помню где-то в начале года до если не прав напишите в комментариях выплачивать дивиденды во всяком случае будет разговоры дивидендов и на этом фоне конечно же котировки могут восстановиться вплоть до уровня 7 то есть вот этот весь пролив могут принципе к тому времени отыграть ребят а вот такой небольшой обзор в принципе все наши с вами это скажем предположение аналитика с этого канала она полностью пока реализовываться мы практически с вами пригод предугадываем все движения на нашей московской бирже и на американском рынке и на котировках нефти и золоте то есть все что мы с вами предполагали технически она полностью реализуется ребят обязательно подписывайтесь на этот youtube канал на яндекс н пишите комментарии ставьте лайки это будет помогать развиваться данному каналу всем огромное спасибо кто уже подписался кто уже ставить лайки добавляйтесь в бесплатный телеграм-канал чтобы получать оперативно все важные новости подписывайтесь на закрытый телеграм-канал чтобы быть в нашем чате закрытом в течение каждого рабочего дня но с вами был дмитрий шеф всех хороших выходных абстрагируйтесь от торговли забудьте на время о торговле то особенно находится в минусах все рано или поздно отрастет и вы вернете свои деньги не переживайте всем пока пока